Не только Украина, но и ее союзники будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в 2024 году, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. Спорт и военная агрессия – это несовместимые вещи, убежден премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх. Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, куда входит 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Российская Федерация и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в Телеграм. 203 страны уже получили приглашение выступить на Олимпиаде 2024. Россия и Беларусь и Международный Олимпийский комитет приглашение не направил. Но это не значит, что российских и белорусских спортсменов не допустят к играм. Отсутствие официального приглашения означает лишь то, что они не смогут выступить под государственными флагами. Здесь воля и желание – это желание Международного Олимпийского комитета. Именно он постоянно протаскивал на Олимпиады под разными статусами, под разными, без флажьем, без гимнов, без упоминания. Олимпийская команда России, Олимпийская команда Российского Олимпийского комитета. Как угодно это называли, лишь бы протащить. Хоть мытьем, хоть катанем. Это вот так вот вспомнить. Нельзя было этого делать. Не высказываться в поддержку войны России против Украины и не употреблять допинг. Такие условия участия в Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси озвучили в МОК в начале 2023 года. В середине августа 39 депутатов Европарламента направили письмо главе комитета Томасу Баху с призывом требовать от атлетов подписать документ, в котором они осуждают российскую агрессию против Украины, сообщили в Дочевеле. Но этих мер недостаточно. Диктаторам и авторитарным режимам свойственно использовать спорт для расширения своего влияния, написали евродепутаты в своем письме главе МОК. Если российские атлеты будут на Олимпиаде, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как это в свое время сделал Гитлер. Я верю, что Международный Олимпийский комитет не позволит агрессорам это сделать. Также я не исключаю, что россияне сделают жест доброй воли и скажут, что не поедут на Олимпиаду, на которую их и так никто не приглашает. Вадим Гудсайт, министр молодежи и спорта Украины, президент Национального Олимпийского комитета Украины, в интервью агентству Франс Пресс. С начала полномасштабного вторжения России в Украину российская армия разрушила или повредила 343 спортивных объекта и убила 340 украинских спортсменов и тренеров.